Всем привет! В эфире Универ Ньюс в студии Валерия Михеева. Наша команда подготовила для вас свежие новости. Итак, сегодня в выпуске. В КФУ нашли новый источник зеленой энергии. В КФУ обсудили продвижение российских вузов за рубежом. Дональду Трампу объявили импичмент. Руководство Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым посетило ряд объектов вуза после строительных и ремонтных работ на улицах Кремлевская, Волкова и Ершова. Подробности об этом смотрите в нашем следующем выпуске. А мы переходим к другим новостям. Тема зеленых технологий не теряет своей актуальности. Однако сегодня она звучит злободневнее, чем прежде. Направлений озеленения очень много. Использование энергосберегающих технологий, переработка мусора, использование нетоксичных материалов и так далее. На сегодняшний день учеными приоритетного направления эко-нефть уже разработан перечень проектов направления на повышение уровня экологического благополучия. Об этом наш следующий сюжет. Исследователи стратегической академической единицы эко-нефть на протяжении нескольких лет работают над технологиями, направленными на решение экологических проблем. Например, научная группа во главе с Дмитрием Яхваровым в своих исследованиях по получению наночастиц использует возможности электрического тока. Применительно, например, к химическим реакциям, то есть как мы используем другую энергию. Мы не нагреваем газом, например, мы не нагреваем какими-то топливом, мазутом или еще что-то, как вот многие делают эти реакции. А мы используем в качестве энергии для химической реакции именно. То есть мы используем электричество. То есть это простое электричество, которое каждый использует в быту, которое является, на сегодняшний момент могу сказать, что это как бы одно из самых дешевых, но что самое главное, самых удобных видов энергии. Получаемые из растительного сырья наночастицы металлов обладают уникальными свойствами. Их особенность заключается в том, что они обуславливают специфическую координацию атомов металлов, размеры частиц и их магнитные свойства. За счет этого они имеют большие перспективы, так как могут быть широко использованы в качестве катализаторов. Идея ученых заключается в том, чтобы не размениваться на топливо, причиняющее вред окружающей среде, а сконцентрировать свое внимание на продукте высшего качества с наименьшими потерями. И чтобы избежать, например, вот этих всех вещей, нагрева или еще чего-то, каких-то оказаний высоких энергетических воздействий на систему, то есть мы должны использовать, например, катализатор. То есть катализатор – такое вещество, которое как бы вступает активно в реакцию, преобразует вещество А и вещество Б, например, в продукты, но само при этом не расходуется. Для синтеза никель-органических катализаторов используется специальная электрохимическая установка. Действующий прототип прибора предназначен для производства катализаторов методом электролиза. Такой подход дает ощутимые результаты. Например, на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» работает катализаторная фабрика, над технологиями для которой трудились ученые КФУ. Самый интересный вопрос – это неизбежные выбросы катализаторов в процессе его эксплуатации. В частности, по Нижнекамскнефтехиму каждый год объединение потребляло раньше около 8 тысяч тонн катализатора, сейчас они их потребляют значительно меньше, и часть катализаторной пыли выбрасывается в атмосферу. Разработанный учеными КФУ, катализатор имеет значительно меньшую расходную норму. На каждую тонну производимого продукта мономера расходуется в 10 раз меньше катализатора. Соответственно, выбросы тоже будут по аналогии в 10 раз меньше. Захоронение этого катализатора, потому что часть катализатора захоранивается, тоже будет существенно меньше. А как известно, хром является сильным канцерогенным фактором и очень часто вызывает онкологию. По мнению ученых, ценность их разработки выражается не только в выгоде акционеров, а еще и в том, что доля болеющих раком среди нижнекамцев может упасть. Камиль Гемоздинов, Универньюз. В Казанском Федеральном Университете состоялся семинар «Информационное сопровождение экспортного потенциала российской системы высшего образования». Подробнее смотрите далее. В Институте управления экономики и финансов Казанского Федерального Университета состоялся семинар «Информационное сопровождение экспортного потенциала российской системы образования». Участниками сегодняшнего семинара были представители международных служб и пресс-служб университетов города Казани, Республики Татарстан. И в режиме вебинара к нам присоединились представители 62 других российских университетов, которые также увлечены в тематику продвижения университета и привлечения иностранных студентов. Семинар проходил в рамках реализации КФУ федерального проекта «Проведение информационной кампании по привлечению иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программе высшего образования, в том числе на условиях целевого обучения». «Казанский федеральный университет осуществлял этот проект в течение двух месяцев. Была проведена активно информационная кампания, состоялись выезды в страны целевые, из которых мы набираем иностранных студентов. Это прежде всего страны Центральной Азии, это Казахстан, Узбекистан, это Китай и это Финляндия». В дальнейшем проект поможет провести успешную кампанию по привлечению иностранных граждан в Казанский федеральный университет. Лилия Талипова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палаты представителей Конгресса. По каким статьям обвиняют президента США и каковы шансы сместить Трампа с должности? Расскажем в следующем сюжете. 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу в связи с превышением полномочий и воспрепятствованием Конгрессу. Импичмент – это процедура, которая направлена на досрочное увольнение, смещение президента. Палата представителей большинства, которые составляют демократы, подозревают президента США в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Владимира Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента – демократа Джо Байдена. Во-вторых, демократы обвинили Трампа в препятствии расследования Конгресса. Они считают, что президент нанес ущерб Конституции, отказавшись давать показания юридическому комитету Палаты представителей в рамках расследования о злоупотреблении властью, лидером страны. Началось все гораздо раньше, потому что демократы вынашивали идею импичмента Трампа практически с самого начала, с момента его вступления в должность. Ну и, конечно, для них расследование Мюллера по поводу вмешательства России в президентские выборы 2016 года – это был шанс для того, чтобы начать процедуру импичмента. Но это расследование ни к чему не привело. И тогда демократы придумали новое основание для импичмента. По первой статье обвинений превышение полномочий за проголосовали 230 законодателей, против 197. По второй статье забыли 229 законодателей, против 198. Причем никто из республиканцев не поддержал импичмент Трампа по пункту превышения полномочий. Это сугубо политический процесс. Посмотрите, как по-разному с юридической точки зрения интерпретируется поведение Трампа в разговоре с Зеленским. Демократы говорят, Трамп совершил противоправное деяние. А республиканцы говорят, нет, наоборот, Трамп законник. Трамп действовал именно в рамках законов. Почему? Потому что он требовал и просил там зарубежного лидера, чтобы тот обеспечил режим законности. Что если виноват кто-то, он должен быть привлечен к уголовной ответственности. И поэтому нужно дело это обязательно довести до конца. Теперь вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в Сенат, члены которого решат оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности. Импичмент и смещение Трампа не состоится по очень простой причине, потому что сейчас голосование переносится в Сенат. Сенат принимает окончательное решение. Для того, чтобы принять решение, нужно две трети голосов. То есть нужно 67 голосов сенаторов. При том, как дружно голосовали республиканцы против импичмента в Палате представителей, И, исходя из того, что сейчас они заявляют, скорее всего, все республиканцы в Сенате дружно проголосуют против импичмента. 47% американцев по последним опросам поддерживают президента США. И это самые высокие цифры с тех пор, как он въехал в Белый дом. Поэтому объявление импичмента не помешает действующему президенту США вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года и принять участие в предвыборных баталиях. Эльвира Зорина, Мурат Хафизов, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть наш в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»